Нескучный лось закрыл театральный сезон. Фестиваль уже 12 лет, однако лишь недавно он объединил все шесть театров республики. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры и Мариинского отделения Союза театральных деятелей России. Конкурсные номера капустников, актерские песни, импровизации, творческое общение – все это происходило на сцене Мариинского национального театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Чтобы всем награды дали, чтобы навешали и дали, чтобы крит и шум висели. Подарить друг другу возможность общения и творческого состязания, помочь реализовать актерскую потребность, желание шутить, импровизировать. По словам организаторов, именно это главное в фестивале «Нескучный лось». Фестиваль впервые был организован в 2006 году. Задумывался он как региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселая коза», который уже второе десятилетие с большим успехом проводится в Нижнем Новгороде. Задачей жюри было выбрать коллектив, который отправится на Всероссийский фестиваль представлять нашу республику. Все театры республики все-таки принимают участие, потому что мы в прошлом году этого добились. И в этом году мы эту планку удержали, что все театры абсолютно, для чего и задумывался этот фестиваль, чтобы мы могли посоревноваться театрами между собой. Театр, в котором делают капустники, значит театр жив. Это огромный показатель того, что в театре идет жизнь полным ходом и бьет ключом. Потому что когда у актеров еще хватает сил и желания сделать капустник, мне кажется, это стоит очень дорогого. Вообще, жанр театрального капустника особый, специфический и один из самых сложных. Далеко не в каждом театральном коллективе могут найтись актеры, способные придумать веселую шутку, смешной номер, сочинить пародию и талантливо воплотить все это на сцене. Не всегда получается что-то сыграть в театре, не всегда все свои фантазии, замыслы актерские. А здесь это капустник, это некая свобода, здесь можно выплеснуться, можно показать, на что ты способен, повеселить, дать себе какой-то отдых, заодно повеселите себя и публику. Это такая отдушина от тяжелых театральных будней. Царицу в тот же час в бочку с сыном посадить, засмолить, покатить. Этикетка на боку, надпись в собственном соку. Но теперь уже в театральных капустниках рассказывают не только о театральных буднях. Сейчас в капустнике можно говорить обо всем. Поэтому, когда я рекомендую, мы же должны делать капустника театра. И, ребята, на этой теме, тема театра, вы многое не сделаете. Мы же все люди, мы же все ходим в магазины, ездим на каком-то транспорте, встречаемся с какими-то приятными или неприятными людьми, влюбляемся, разлюбливаем друг друга. Вот эти темы и должны быть. Общечеловеческие, понятные всем. Главный принцип отбора номеров – любые жанры хороши, кроме скучного. В итоге путевка на Всероссийский фестиваль досталась творческому объединению «Всё», которая базируется в Академическом театре драмы имени Константинова. Отпишительный этап зрительского троеборья – это, конечно же, метание цветов на сцену. И тут в лидеры выбивается добрый зритель в девятом ряду. Смотрите, смотрите, его цветы летят дальше всех. Но все равно не мудрено, они же в горшках. Да! Да! Субтитры создавал DimaTorzok